МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последнее испытание может, ну, если не принести победу, то, во всяком случае, значительно сократить отставание одного участника от другого. Все понятно вам? Да. Вы готовы побороться в этой передаче? Да. Здорово. Кстати, у нас, ребята, с вами не просто конкурс. У нас конкурс в стране безопасности. Это удивительное место, и сейчас я объясню, почему. Но рассказывать я буду не только вам, но и нашим маленьким телезрителям. Страна безопасности – это единственное место на Земле, где с вами ничего никогда плохого не случится. На протяжении 4 дней мы с вами, ребята, будем не только учиться правилам безопасности, но и постараемся объяснить их другим ребятам. Это первое. И второй очень приятный момент – это то, что у нас конкурс, а поэтому в конце определится победитель, и победитель получит приз. Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ну, а для начала я хочу познакомить наших маленьких телезрителей с главными героями этой недели. Скажем сразу, требования к ведущим детской программы достаточно строгие. Но Полина с первого взгляда показалась нам не по годам рассудительной девочкой. Мне очень нравится ходить в школу. У меня там есть друзья. Так что выбор было сделать легко. А вот Роман с первой встречи проявил характер, попытавшись запутать не только себя, но и ведущую. Ты куда собрался, мой хороший? Роман, Ромочка, ты запутаешь меня сейчас? Я упаду, ты упадешь. Давай обратно, давай обратно. Но и Света смогла поставить его в тупик. Расскажи нам о своей мамочке. Какая она у тебя? Красивая. Красивая. Это самое главное ее качество. Она у тебя красивая. Она блондинка или брюнетка? Она никто. Так что выбор сделан и второй командой соревнующихся стали Полина и Роман. Ромочка, а что это ты здесь делаешь? Тебе помочь? О, так у тебя здесь авария. Рома, а ты когда-нибудь был свидетелем самой настоящей аварии на дороге? Знаешь, как это страшно? Не было? Слава богу, тебе очень повезло. Вот я, ребята, вам предлагаю темой сегодняшнего нашего соревнования как раз-таки выбрать правила дорожного движения. Согласны? Да. Ребята, пожалуй, в первый день соревнований ничего сложного я вам задавать не буду. Даже дам подсказку. Речь у нас пойдет о видах транспорта. Я буду вам загадывать простые загадочки, а вы будете давать на них отгадки. Отгадки будете искать на нашей доске и приносить мне. Договорились? Да. Вот я эти виды транспорта развешиваю. И сейчас мы с вами... Кто первый будет? А кто первый? Давайте определимся, кто будет первым. Я. Кто будет первым? Я. Так, не услышала я, кто. Я. Первый мужчина? Ну ладно, мужчина возьмет на себя первый удар. Итак, начинаем. Я читаю вам первую загадочку. Тебе, Ром, что такое, отгадай, не автобус, не трамвай, не нуждается в бензине, хоть колеса на резине. Давай, иди приноси правильный ответ. Ах, умничка. Еще забыла я сказать, Ромочка, прикрепи туда магнитик, что за выполнение этого задания, правильно, вы будете получать у меня по фишечке. Вот будете собирать. Вот там коробочка, Ром, вот туда складывай. У каждого из вас вот там коробочка стоит на столике. Клади. Молодец. Первую фишку ты уже заработал. Ромочка, слушай вторую загадку, она тоже для тебя. Этот конь не ест овса. Вместо ног два колеса. Сядь верхом и мчись на нем. Только лучше правь рулем. Ну, что это у нас? Правильно, это у нас штором. Мотоцикл. Велосипед. Велосипед, правильно. Молодец. Еще одна фишка твоя. Клади в свою копилку. Мне будет классно. Полин, ну теперь ты вступаешь в бой. Надеюсь, что ты тоже отгадаешь правильные загадки. Слушай первую. К нам во двор забрался крот. Роет землю у ворот. Сотни рук он заменяет. Без лопаты он копает. Что это такое? Приноси ответ. Что у нас является кротом во дворе? Что это? Экскаватор. Умничка. И твоя фишка. По праву твоя. Держи. Клади в коробочку. Полечка, слушай еще одну загадку. Длинной шеей поверчу. Груз тяжелый подхвачу. Где прикажут, положу. Человеку я служу. Что это такое? Что у нас нарисовано на картинке? Не подсказывай только, Ром. Не знаю. Что это, Полечка? Не знаю. Не знаешь? Еще раз я тебе хочу прочитать. Ром, ты молчишь. Длинной шеей поверчу. Груз тяжелый подхвачу. Где прикажут, положу. Человеку я служу. Ну смотри. Это грузы берет здесь. Это вот машина. Здесь человек сидит. Как эта машина называется? Ром, ты знаешь, что это? Не знаешь? Так. Хм. Эту фишу, значит, в этом задании с этой загадкой фишку я оставляю себе. Это, ребята, подъемный кран. Подъемный кран. Знаете такую машину? Нет. Нет? Еще не видели? Ну вот, познакомите. Зрительно вот так она выглядит. Как-нибудь на улице обратите внимание, возле строящегося дома обязательно увидите. Сейчас я хочу вас, ребята, познакомить с очень интересным человеком. Вы готовы? Да. Хорошо. Давайте внимание ваше я хочу обратить на телевизор. Поворачивайтесь, Полечка. Разворачивайся, чтобы тебе было удобно. Ребята, здравствуйте. Меня зовут Екатерина Леонидовна. Но вы меня можете звать просто тетя Катя. Я работаю в ГАИ. Эта служба полностью расшифровывается как Государственная Автомобильная Инспекция. Ее главная задача сделать все, чтобы на улицах любого города в нашей стране такие ребята, как вы и взрослые чувствовали себя в безопасности. Сегодня мы с вами поговорим об очень простых вещах, но от них часто зависит самое главное – жизнь и здоровье. Для начала я хочу вам задать один вопрос. Как вы думаете, какие опасности могут встретить человека на дороге? Рома первый поднял руку. Давайте, Ромочка. Что может случиться? Какая опасность подстерегать на дороге? Машина. Машина может давить человека. Да, если не вовремя переходить дорогу, правильно? Молодец. Полиночка, а еще какие опасности? Еще нельзя переходить на красный свет. Надо обращать внимание на то, какой свет горит на светофоре, да? Угу. Правильно, ребят. Слушайте дальше, тетю Катю. Многое из того, что вы сказали, действительно так. Но это лишь капля в море, капля ваших знаний в море опасностях взрослой жизни. На самом деле к беде может привести многое. Это и неправильное поведение водителей или пешеходов, и неисправная машина, и, конечно же, незнание правил дорожного движения. Эту сложную азбуку мы и начнем сегодня изучать. И начнем, как я уже говорила, с самого простого. Так кто же такой пешеход? Как вы думаете, кто такой, по вашему мнению, пешеход? Пешеход – это человек, который переходит дорогу. Так, хорошо, Ром. Поля, а ты что скажешь? Кто такой пешеход? Он на машине едет, на троллейбусе может. Как он передвигается? Что это за человек такой? Пешеход. Это когда человек ходит ногами. Ногами, то есть он не едет, а идет пешком. Правильно? Ваши ответы заслуживают награды, поэтому я каждому из вас даю по фишке. Заработали вы своими правильными ответами. Нет, по одной пока. Ну, давайте две. Держи. Ой, Ромочка, поднимай. Полиночка, тебе тоже понравилось. У меня бойцы. У меня бойцы. Ну, мы потом еще почитаем. Ребята, вы должны знать, что правила дорожного движения придуманы не только для водителей, но и для пешеходов. Сегодня я вам расскажу самый главный из них. Итак, первое. Если ты на улице и идешь пешком, то ты кто? Пешеход. Ты пешеход. Правильно, Ромочка. Ты совершенно прав. Хорошо. Второе правило. Пешеходам можно ходить только по пешеходным дорожкам или тротуарам. И ни в коем случае по проезжей части. Поняли? Поняли, ребята? Молодцы. Вставайте и начинайте шагать на месте. Представим, что я иду вам навстречу. Какая сторона тротуара ваша, а какая моя? Вот смотри, Поль, давай с тобой вместе. Ты идешь ко мне, и я иду к тебе. Вот смотри, мы идем с тобой. С какой стороны ты идешь? С правой. Правильно, Полечка, с правой. Совершенно правильно ты ответил. И ваша, и моя правая. Тогда пешеходы идут навстречу друг другу, не толкаясь и не мешая. И запомните, самое главное, машины ездят не только по дорогам, и поэтому внимательным надо быть, даже играя во дворе. Замедлите шаг, прислушайтесь. Когда подходите к арке, углу дома, в общем, к любому месту, откуда может неожиданно выехать автомобиль. А я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. Ребята, сейчас самое время подвести промежуточные итоги. Это еще не все испытания на сегодня, но я думаю, у вас там уже не пустые коробочки. Давайте посчитаем, кто сколько заработал фишек. Так, у Полиночки три, у Ромочки сколько? Четыре. Четыре, на одну больше. Поль, ну у тебя еще есть шанс вырваться вперед даже еще, или во всяком случае догнать Рому, потому что у нас еще есть последние испытания. Кстати говоря, за правильный ответ на этот вопрос вы получите не одну фишку, как в первом задании, а целых две, поэтому у вас очень хороший стимул. А суть задания такова, я вам задаю вопрос, а вы даете на него ответ. Первый кто? Первый, Ром, уже поднял руку, Полечка, а ты будешь вторая. Ром, слушай внимательно, первый вопрос. Две фишки на кону, поэтому будь внимателен. По какой стороне улицы надо ходить, чтобы и вам, и другим пешеходам было удобно? Право. По правой, правильно, Ром, ты слушал тетю Катю очень внимательно, поэтому закончил. Хотя первый раз ты ошибся, но ты запомнил, как правильно. Это самое главное. Поль, второй вопрос тебе. Какой общественный транспорт нуждается в электроэнергии? Затрудняешься ответить или вспомнишь сейчас? Так, Ром, может ты подскажешь в поле? Троллейбус. Троллейбус. Поль, ты забыла, что троллейбусу нужно электричество. У него такие сверху рога, которые питаются электроэнергией. Ну ничего, в этот раз фишку получает Рома. Держи, Ром. Вот. А у тебя будет еще шанс отыграться. Хорошо? Ром, следующий вопрос тебе. Какие правила надо соблюдать, даже играя во дворе своего дома с мячом? Не надо ходить по дороге, может машина мяч потом может лопнуть. Правильно, Ром. Конечно, машины ездят не только по дорогам в городе, но и могут и во дворе проезжать. Поэтому ты верно ответил. Держи! Заслужил еще две. Поль, твой вопрос. Слушай. Для кого придуманы правила дорожного движения? Для всех. Для всех. Это и для взрослых, и для деток, и для кого еще? И для машин, и для пешеходов, для водителей машин. Правильно? Правильно, ты правильно сказала. Абсолютно для всех. Все должны знать правила дорожного движения. Держи. Ребят, молодцы. Вы знаете ответы на все вопросы. И даже если где-то сомневаетесь, то дополняете друг друга. Поэтому вы большие молодцы. Я предлагаю посчитать, сколько у нас фишек заработанных. У Полечки пять, а у Ромы? А у Ромы? Ой, у Ромы чуть больше. У Ромы целых шесть, семь, восемь, девять, десять. Пять и десять. Поля, у нас еще три соревновательных дня впереди, поэтому ты Рому обязательно догонишь. Ты не расстроилась? Я надеюсь. Правильно. Так и нужно. Ребят, на сегодня это все. До встречи в стране безопасности. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин